Здравствуйте! Сегодня у нас 23 ноября 2019 года мажор Даня Кенч, московский штат КПЕ. Продолжаем третью, и на ней сегодня уже заключительную часть, десятую, четвертую уже, четвертую главы «Интеллект, скорость интеллекта, полная функция управления и избирания свободы», который у нас растянулся на длительное время. На прошлые разы мы осмотрели принцип рулетки, освоение информации за счет поступления новых исходных данных во времени, рассмотрели детерминивную память, память оперативную, амплитуду, когерентность, симфазность, все, кто это не помнит, советую освежить и поработать, потому что бы все очень сложно оказалось, даже если бы не собранный бы наш интеллект, конечно, может быть, что-нибудь потяжелее бы. Но многое что открывается по мере поступления информации. Среди у нас начинается, у меня на 97-й странице, не нет. Давайте начнем по порядку. Возможно, что на каком-то этапе эволюции, после предопределения некого рубежа мощности по переработке информации, проявлении действий всех названных безинтеллектуальных, каждый сама по себе компонент называется людьми, интеллектом. Но эта совокупность процессов и факторов имеет место в самых различных частотах диапазонов на разных носителях информации, на разных уровнях и в организации мироздания. При таком понимании мироздания в целом и его фрагменты обладают интеллектом и личным аспектом. Интеллекты же различаются по освоенным ими частотным фрагментам общевселенской меры. Интеллект – процесс расширения частной меры, процесс объемящей иерархию вложенных в него процессов отображения. Взаимопонимание между интеллектами тем более возможно, чем больше совпадений у них. Для начала же понимания необходимо хотя бы соприкосновение частных мер или посредник в информационном обмене, интерфейс. Тоже некая мера, общевселенская мера, всеобщий посредник. Я как понимаю, что есть ли общие какие-то интересы, на основе этих общих интересов мы можем выгнуть какое-то новое интеллектуальное знание. Вот сегодня причина моего, что я задержался, потому что мы пошли в спортзал, и там с моим товарищем на спортзале пересеклись, и на этой основе мы смогли развить какое-то новое знание. Он что-то сказал от себя, я что-то сказал от себя. Вследствие этого мы продлили что-то новое, которое ранее не существовало. Но в общевселенской мере оно уже существовало до нас. Потому что эта иерархия вложенная. Мы, все еще на все, наименьшая иерархия к вложенным процессам, которые происходят на нас здание. А причина нашей сегодняшней встречи, то что 20 ноября Владимир Владимирович Путин подписал концепцию общественной безопасности, на которых так или иначе с ним… Подписал? Подписал. И озвучил на сайте www.kremlin.org, что является официальным сайтом президента Российской Федерации. Утвердил. Утвердил. Все правильно. А мы согласовали. Так что и вследствие этого, естественно, хочется поделиться информацией, хочется задержаться. Сейчас у нас пока еще, чтобы у нас не возникло окружение от успехов, как у нас это было 15 ноября 95-го года, когда все развлековали и сказали, что это победа. В итоге мы тотально замалчиваем. Что мы видим сейчас на телевидении, после того, как президент подписал концепцию общественной безопасности, но тем не менее в новостях об этом полная тишина. Вот так? 224. Максимум, что они смогли из себя выжить, это в дайджестах, так назовем, за 7 минут, которые они сказали, что президент своей концепции общественной безопасности, развития общества на 2020 год, они озвучивают, это терроризм, наркотики, коррупция, экстремизм и так далее. Но ни в коем случае не озвучили как идеологический, экономический. Мировоззрение. Мировоззрение. Но в целом, когда при прочтении, я просто уже так бегал, прочитал, здесь вот даже распечатали, но социально-экономических вопросов почему-то в этом даже 7 минутам не было обозначено в принципе. То есть и опять пошло тоталное заморчивание, где даже сам диктор на середине сказал, что как-то незаслуженно прессы обошли вниманием такое событие, которое тут случилось. Чувствуете, кого смеют? Сейчас, подожди, в контексте того, что у нас есть общая частновселенская мера, и соприкосновения общевселенской меры это частные, частные процессы, а единое для всех нас, чем мы движим, это общевселенская мера всеобщая последняя. Ну, что я хотел сказать по этому абзацу? Есть какие-то другие мнения по этому абзацу? Давайте пойдем дальше. Назовем некоторые совпадения, необходимые для взаимопонимания по материальным носителям, в которые протекают процессы инфекционного обмена между интеллектами. То есть мы понимаем, что общение может состояться исключительно только между человеком. Такое. Ну, если мы общаемся между человеками. Интеллектуальные. Интеллектуальные. То есть люди творческие, материальные носители. То есть над чем-то, с кем-то мы должны обязательно общаться. По частотному диапазону процессов существования структур носителя интеллекта. Мы должны жить в одном режиме. Если один думает, как бы ему там держат заработать, а другой думает, как бы ему общество устроить, то скорее всего они могут не совпасть по частотному диапазону. Не понять другую группу. Не понять другую группу. А может быть даже и не встретиться. А может быть даже и не встретиться. По частотным диапазонам тактовых, разделяющих кодовые группы одну от другой. И несущих частот, в которых идет информационный обмен. По системе кодирования информации. Здесь мы, наверное, должны понимать, что они в какой-то темнороге должны общаться. Если один говорит на английском языке, другой на русском, они, в принципе, себя не поймут. Хотя могут даже, в принципе, думать об одном и том же. В энергетической мощности необходимы или допустимы для информационного обмена. По общности информационные базы необходимы для взаимопонимания при первых и последующих контактах. Но если мы понимаем то, что один у нас там находится на селе, и он что-то думает и думает правильно, и другой находится в структуре управления, иерархии управления государством, то один другого может не услышать. Один из силы на то, что находится на большой удаленности от центра цивилизации, а другой из силы на то, что мощности не хватит достучаться до самых рук. Я вот так понял. Можно кто-то по-другому как-то понимает этот абзац? По поводу последнего пункта, наверное, речь может идти о том, что если, скажем, один человек у нас студент института, а другой первоклассник, то у них будет очень ограниченное количество тем, на которые они смогут продуктивно пообщаться. И выбрать какую-то общую информацию необходима обоим. Я бы, если бы отнес это по частотным диапазонам тактовых, несущих частот, в которых идет информационный обмен по системе кодирования информации. То есть, если я считаю, что один школьник, а другой уже студент, то у них некая кодирующая информация будет принципиально разная. То есть, если ребенок лопочет, у него кодировка слов своя. А студент уже говорит о смысле и вкладывает в этот глубокий смысл. Но его просто-напросто может не понять ребенок. Я на основе своей дочери, которая что-то не понимает, она говорит, чё? Вот это чё выражает то, что я не понимаю тебя. Ей это понятно, что она тебя не понимает, а я понимаю, что общая кодировка мне надо, то есть, расширять. А здесь именно по энергетической мощи. Один живет у нас на селе, село. А другой у нас управленец государственник, назовем власть условно, по кавычкам, власть, чиновник, в другой структуре. Между ними существует большое расстояние. Человек, который проживает на селе, ему очень тяжело достучаться к человеку, который находится во власти. Множество препонов, так называемых там… Бюрократические. В том числе и бюрократические, но даже, так сказать, не по рангу, который у нас с ним существует. Человек, который живет на селе, у него может быть даже и меры понимания хорошие, но он не может донести. А власть не может спуститься сюда, потому что это большая удаленность. Между ними нет связи. Хотя вроде бы один и другой. То есть энергетический потенциал у них как бы разный. Мощность сигнала, да? Мощность сигнала у них разная. Один, извините меня, может легко и непривужденный, который из властных структур может сказать, найдите мне того. Для того, чтобы найдите мне того, надо еще знать, кого искать. А чтобы знать, кого искать, он должен как-то проявиться. То есть, если вот, где-то я слышал, что вот человек, который хочет измениться, если вот измышлять из эластички на высшем всеобъемлющее управление, то его видно, он начинает выделяться, начинает светиться как-то. Может быть даже из вас вот замечал такую вещь, когда вы идете, и на вас то ли люди начинают смотреть, то ли вы как-то по-другому говорите. Или когда вы в среде в какой-то, в которой вращаетесь, ну вот они говорят, что-то с ним не то. Ну, которые уже долго с вами знакомы. То есть, они вас как-то уже выделили. То есть, некое какое-то развлечение есть, что вы уже не те, которые были раньше. И, естественно, люди у вас там могут примечать, где-то нет. К тому примеру, когда авторский коллектив приехал к Саи Баба, и Саи Баба шел среди десяти тысячной толпой, условно. Когда он шел, и он именно вычленил Зазнобина и Ефимова, и там группу с ним, именно их вычленил, и к ним подошел, и первый, и второй раз. Как он это сделал? Это вот уровень, так сказать, потенциала энергетического, который обладает взаимодействие между интеллектами. Два интеллекта встретились там. Наш свободный интеллект в лице ВПССР и индивидуальный интеллект, который подключен к Саи Баба. Один знает, как делать, другие знают, как-то объяснить, что он делает. Пожалуйста. Получили вот эффект. Я так понял. Это абзац последний. Ну, не абзац, а подпункт. Это абзац. Интеллект – одно из средств данных сознания человека. И, как всякое средство, он управляет. Говорят, ветер в голове. По отношению к эмоционным потокам мироздания можно сказать и так. Но когда по отношению к ним интеллект паруса… Ну, тогда по отношению к ним… Паруса. Все верно. Паруса. Если мы сможем вводить нашим интеллектом и запускать его в нужное русло, то есть сосредоточиться… Вот есть такие таблицы… Таблица Шульте… Шульте они называются, если неправильно не изменяю. Эта таблица Шульте представляет собой там квадратик. Такой там расчерченный. И там цифры. И мы смотрим в центр этого квадратика, который у нас… Вот такой вот цифр. На матрице. Верно. Ну, это условно говоря. Там больше их здесь. Здесь у нас цифры. Один, три, пять, семь, десять, пятнадцать и так далее. Но они порядковые здесь. И когда мы смотрим в центр, концентрируемся, мы не должны открывать взгляда. То есть мы смотрим и должны примерно все это увидеть. Но там для того, чтобы все это, как сказать, увидели, мы должны некую иметь настройку. То есть мы обязательно должны настроиться на что-то. Когда мы начинаем какое-либо дело, или когда мы начинаем анализ чего-либо, мы должны сначала настроиться. А в нашем случае, в концепции общественной безопасности, мы должны сначала успокоиться. И когда мы начинаем успокоиться, мы начинаем принимать абсолютно правильные решения. Это и есть свойство интеллекта. Когда не ветер в голове, когда у нас множество несвязанных процессов происходит И когда мы не можем поставить парус Естественно, с этим парусом мы его можем поломать Хоть даже такого В памяти уже встречались люди, которые поломали свой парус там Срывали Срывали свой парус Ну, слава богу, их очень единицы Ну, в том числе и у нас здесь тоже, которые приходят вроде бы Пошумят, пошумят, все это он говорит И потом как бы это Искусство плавания под парусами состоит в том, чтобы не ловить ненужный ветер в паруса Тогда же на самом маленьком кораблике можно прийти куда надо Но если вся мощь парусов выжимает ветра Так в прошлом называли многие большие быстроходные парусники Окажутся в руках неумелых Но пенители морей, другой практически образ, который характеризовали быстроходные парусники Будет игрушкой, гонимой морской стихией Будут они на нем, нет ни руля, ни ветер Он будет уничтожен стихией, потому что на него болту нет людей Способных правильно управлять парусами Также интеллект под управлением дисциплинированного безвольного сознания Захлебывается в потоке мельчишащих мыслей Как встающих из памяти, так и происходящих извне И уйдет организацию психики в клочья Дисциплинированное же сознание удержит только необходимое для его осмысленного дела мысли И интеллект будет помощью сознания и душе в пути человека Вот о чем мы сейчас как бы и сказали У нас есть концептуальная определенность Люди, которые концептуально поделились после прочтения тех толстых книжек То уже им тяжело их будет как бы свернуть Поставить их там под процент, чтобы они их взяли Либо затащить их в очередной МММ Или там в секту какую-то Когда степень осознавания интеллектуальной мощи Встает в помощь нашей совести То нам никакие корабли Корабли иных структур, которые нам пытаются навязать И с неопределенным портом назначения Нам в общем-то не страшно Это вот мой такой образ Что такое, да? Вчера опять смотрел на товарища Слониза Николая Карловича Господин, в каком тебе товарище? В каком-то товарище Ты его лицо видел? Посмотри там Он прочитает диссионизацию И поймет, что он товарищ И вот опять же Опять они с Милоновым сидят Обсуждают два тумудиста Один другого хлеща Но у них нету паруса Точнее даже парус-то есть Но действительно множество потоков информации Они кто туда прибивают, то сюда Особенно Милову кидают в разные стороны Если Слониза еще на мой взгляд Концептуально определен со знаком минус То Милов Милонов Абсолютно не определен Под покровом МПЦ Он пытается Идею Которую Николай Карлович Разбивает в пух и пророк И выглядит очень, так сказать Даже не встать, что он Долгономерный Милованов В целом выглядит как-то все нелепо Рекомендую посмотреть Каждую пятницу Покровом не знаю, как называется Но смотрю регулярно Зеркало Нет, не зеркало Ну, вот это все 224 Зажение взглядов И интеллект в теории управления Неизбежно, прежде всего потому Что понятийные полные функции управления Невозможно вести Виновав понятие интеллект Но в этом случае Интерпретация процесса существования и мироздания Как процесса самоуправления По некой Пусть и неизвестная нам полная функция управления Неизбежно ведет понятие Высочайшего, наивысшего Из интеллектов Ведущего этот процесс Самоуправления Вселенной по полной функции управления Кто сможет Расписать, что вот эта ручка Влияет на мироздание Леш Попробуем Давайте я попробую Давайте Как вас зовут? Андрей Вот представьте, что Есть человек, который влюблен В какую-то прекрасную девушку И она ему дарит эту ручку И остается они память И вот он управляет страной И тут с этой ручкой Постоянно все подписывают И какое-то решение ему нужно принять И она звонит и просит И вспомнить о другом Каком-то русле Вот так вот она может повлиять То есть эта ручка будет как Ну подарок от этой девушки В которую он влюблен Будет постоянно напоминать Об этой девушке И возможно эта девушка будет потом Как-то влиять На этого человека А можно добавить Немножко расширить Андрей Вот эту ручку Как видите Подарила Девушка ему Она Он ему как подарок Девушка себя И она у него вызывает Какие-то хорошие Так сказать Эмоции Положительные И вот ему приносят доклад А он человек уже государственного Обраста Государственного служащего И вот он Раз Похватился подписать С коленки А ручки нету И он не подписал Этот доклад А этот доклад Могут быть судьбоносным Со знаку минус Но потом Нужный момент Случай Который произошел с ним Приносит нужный документ Опять Ручек на столе нету Но нашлась та Которая ему подарила И которая она где-то там затерялась Он ее достал Вспомнил И принял правильное решение И подписал Подписал вот так И это и явился Как говорится Метод динамического программирования Один из записаний Толчком Для развития последующих Колебательных структур То есть если мы говорим Что есть Некие колебательные явления Которые мы Рассматривали То если мы говорим Что у нас Диапазон По нарастающей должен идти Некие пики Здесь был толчок Это ручка Для раздания Интеллектуальные И вот за счет Этого интеллекта Мы дали такой толчок Правильно? Понимаешь Это ручка Часть мироздания А они как индивид И все вращаются Вгруппе мира Это и главный принцип И есть Когда мы сможем понять А это можно понять Только на основании Этого единства Матери информации мира Что после нас Было само житель И эти люди Они будут Либо со знаком минус Либо со знаком плюс Та улитка Так и говоря Галса Которую нужно нам Сдвинуть влево Или вправо Если мы понимаем Что в седьмом поколении Это будет вредить Нашим людям Ну не давайте делать Не будем сейчас В том числе Пластиковые пакеты Я смотрю Конечно Пластиковые бутылки Пластиковые Это же какое вредительство Закладывается Какая мина На многие века На многие века А вопрос Ты говоришь Богоцентричная А у меня вот что-то Стало чесать Затылок Давно Что точнее Лучше Богоначальная Или Богоцентричная Мне нравится Богоначальная Мне кажется Богоначальная Мне кажется Богоначальная Мне больше к людям Когда Как фрагмент На здании А Богоцентричная Это когда мы Себя разволачиваем То есть Одно дело Можно Применять окружность Ну вот Я применяю Мировоззрение Мировоззрение Да Просто Можно Выражу Рисунки Мне так Мне кажется Проще Если мы Сегодня Я центричный Мы понимаем Что мы в центре Я не буду Показывать Объяснять Я И отвечаю На сегодня Окружность Все Вращается О Самый Я смотрел Прости Меня Замалю Вообще Не в центре Я центричный Бог Это как часть Для этих Не Я у любого Центричный Богоначальный Минуточку Сейчас Вы бежите Вперед Да Это вот Я центричный Останавливался А теперь Рассмотрим Как человека То что здесь Есть часть Ну Графически Естественно Не обозначим Что здесь Инвол В любом случае А человек Как фрагмент Фрагмент Часть Это да Мы Здесь Должны Рассмотреть Если Вот этого Все Останавлив Не будет Существовать То не Будет Существовать Самого Человека Потому Что Он Все Часть Часть того Существует А что Вы Говорите Богоначальное Это В каждом Человеке В каждом Человеке В каждом Человеке Существует Вот Этот Богоначальное Ты меня обошел Как-то вот так, я так представляю Я не могу спорить Восхищаюсь, что я Глыбже проник Спасибо Это все у нас Десятая Глава Дальше мы пойдем Это, кстати, здесь пришло понимание Когда мы здесь начали глубже анализировать И у каждого свои образы Когда у каждого свои образы Мы начинаем подключаться к некому эгрегу Вот Александр сказал там про это Поэтому он абсолютно прав Я всегда думал, он заявляет о дьяволе У нас концепция говорит, что дьявола нет Дьявол порождает сам человек Человек с чем-то не справляется То он наделяет этим Качественно Людскими что-то Это не он, это не человек Это вот дьявол меня попутал А потом вот сейчас вот я В гостях в субботу Он мне показал Ирониму Босха Картины Ирониму Босха И в этих Ирониму Босха Он рисует Рисует картины Они такие неприятные Полу людей, полу рыб Хищники какие-то То ли люди, то ли утки В общем так вот смотреть не это Я спрашиваю его А почему вот этот Ироним Босха на рубеже 15-16 веков рисовал такие картины Он говорит А это он не людей рисует Это он их качество рисует Сущности их И вот эти вот сущности Сущности Которые порождают Они вот намного глубже сидят У нас сами Можем ли доказать эту фразу Что мироздание является процессом самоуправления по полной функции Тем, что во Вселенной нет ничего несоразменного Все на земном меру И ситуации комплектного управления нет Доказать? Да Сон такое Доказательство Ты знаешь Когда ставят После доказательства Надо ставить эксперимент Можем поставить эксперимент? Но сегодняшняя наука у нас определяет Что мы должны доказать наличие Бога путем каких-то экспериментов Вопрос Как мы можем доказать то Что нас объемит Что больше нас Большой такой вопрос С которым я его считаю Что каждый сам для себя определяет бытие Бога Наличие его физических и жизненных обстоятельств Индивидуально с каждым Как в Коране сказано Если бы Богу дали бы море чернил То не хватило бы этих море чернил Чтобы отобразить все Слава Богу Даже бы если бы ему дали Такой же море чернил Я думаю Что принцип доказательства Здесь вообще нам как бы Не приемлем Есть понимание Как интеллектуальные основы Которые мы выразили В рулетке Что есть некий занавес Который вы не могут не видеть То есть то, что Вселенная управляется Сам управляется по полной функции Мы должны просто принять и все Нет, мы можем Вот как от этой ручки Оттолкнуться И выставить Если есть полная функция Что где-то кто-то должен Как-то управляться То есть с пониманием Описательных процессов Полной функции управления Существа Мы как раз выйдем На понимание Ты не сможешь это доказать Ты не можешь что-то сделать Понять А как ты можешь доказать Процесс, который тебя обнимает Доказывается это практика Критерий истины Если практика это Повторяется Повторяется То значит это верно Не, оно может не всегда Именно так же повторяться То есть это уже как раз таки Научная Результат я имею ввиду Результат Если Такой Я так понимаю Он просто Наш ответ лежит в русле Примерно следующем 2 плюс 2 2 равно 4 То есть здесь Будет примерно так Некое что-то Плюс к некому что-то Повышится то-то Это помните как этот Есть это Багряная Подпрыгнула Газоводка Куздра Глокая Куздра Глокая Куздра Да Это из этой же серии Глокая Куздра Когда мы что-то можем Что-то где-то Кого-то боднуло На каком-то там этапе Это отскочило И вопрос А что вам здесь непонятного Вы туда просто Поставляете Другие значения Нет Тут прозвучало Что именно Что Всегда Жизненные обстоятельства Будут согласны Тому Что ты сделал Например Я так услышал Но я с этим не согласен Почему Потому что Например Если я ударю Ударю кого-то Сегодня Мне например Прилетит на голову Кирпич Если я ударю Завтра Кого-то Завтра Я могу сломать ногу То есть Я в этом плане Что язык Жизненных обстоятельств Он будет По сути Один Но он Как бы Разный Только про это Я хотел сказать А глухая пудра Это к пониманию Того Что Смысл Слов Смысл Предложения Он Не важно На каком языке То есть Какими словами Употребляем Употребляя Суффиксы Глаголы И так далее Мы можем Смысл Варить Русский язык Это описательный Я тебе сейчас говорю За некий Описательный процесс А построение Доказательств Стоит тоже На неком Описательном процессе Если есть Описательный процесс То он должен Чему-то там Подводиться Здесь Одно дело Когда уже формализировано В процессе Х, И, И Равно Х, И, Х В любом случае Сумма Здесь как бы Все становится На свои места Также здесь Если мы делаем Одно На здании То мы поручим Один из этих Это некая Система Буков КЖ Система Когда у нас Алгоритмы Построения Что было в прошлом Что в настоящем И что будет в будущем То есть Некая вероятность О которой мы Здесь постоянно говорим И если говорить О описательности Этого процесса Ну я понимаю Так Что все же Если есть полная Функция управления Ты ее можешь понять Правильно Саша заметил Практика это и есть Действительно Понятно А рулетку Мы проходили Почему Потому что Мы как бы через нее Получили доказательства Того что существует Интеллект Заведомо без интеллектуальных схем То есть Как бы схема Без интеллектуальная Мы ее не видим Потому что Она у нас Зашибна Мы не видим Мы сами Интеллект И мы судим А то что У нас есть интеллект А допустим А допустим Ящерица По отношению Курицы Совершенно Разная Интеллектуальная Система Надо тогда Зарисовать Что такое Интеллект Что такое Творчество Чтобы у всех Было понимание Давай Я зарисую Кратненько Я рисовал Некоторые люди Видели Просто Материца Есть мера Некая Материца Возможна В состоянии Материи Во Вселенной Вот смотрите Например Мы строим С вами дом Строим дома Мы строителями Являемся Мы знаем Кирпичный дом Вот например Один фрагмент А есть Матрица Некая В которой Виды Разных домов Условно говоря А мы с вами Строители Мы открываем Например Кирпичный дом Потом дом Из дерева Дом из чего То И вот мы Например Для себя Знаем Десять Вариантов Домов Вот я Эти кирпичики Закладываю И Это А на самом деле Этих вариантов Домов Может быть Миллион То есть Если расчертить Все на кирпичики Ну это Примитивно Но должно быть Понятно И они В матрице Есть И вот Интеллект Он Показатель Интеллекта Творчества В чем выражается В том Что мы Открываем Мы например Знаем Вот два Да Допустим Нам передали Эту информацию А потом Мы догадались Еще Одного То есть Условия Какие Существования Интеллекта Когда информация Поступает Человеку Не в готовом Виде Ну и заранее Неизвестная Уже То есть Это Это нечто Новое Для нас То есть Там Ну открытие Человек совершает Вот по сути Например Там Вот Ньютон Открыл Закон Притяжения Закон Притяжения Он был И без него Просто Он догадался До него Понял Вот Поэтому Это Вот и есть Творчество А Рулетку Вот как раз Таки Мы разбирали Так чему Оказывается Как я понял По крайней мере Что рулетка Вот заведомо Да Есть барабан То есть Какое там У него Творчество Ну по идее Есть там Например Судья И так далее И А вся система Вот вместе Она оказывается Может вот что-то Новое Производить Вот И как-то Реагировать На воздействие Извне То есть Под воздействием Извне Да Например Рулетка Ну Оказывает Некое действие И Обогащается Да Нечто новое Появляется То есть Как я понял Что рулетка Вот в комплексе Вместе с судьей Вот со всеми Компонентами Это получается И с барабаном И так далее Это уже Как интеллектуальная система Вот То есть Я вот это понял Почему мы Собственно Рулетку И производили Мне вот просто Непонятно Было Вот с рулеткой Что же там Хотели Сказать Вот рулеткой Да Именно То есть Почему именно Этот пример Был Взять При поступлении Любой Информации На определенное Время Моциальный носитель Предмет Преображается Ну понятно Кому По творчеству Непонятно К чему я еще хотел Подвести Последний тезис Дело в том Что мы Вот почему делают Из людей Зомби То есть Это с другой стороны Если зайти Вот процесс Открытия чего-то нового А мы все Творцы По сути Являемся И созданы По образу И подобию Он Вот система Которая сейчас Есть Библейская Она как раз Таки Человеку дает Все готовое То есть Готовые Там уже Ручки Есть И так далее Ну например Писательные А на самом деле Может быть Автомобили А их может быть Этих транспортных средств Которые не вредят Экологии Массы Миллиарды Например И вот эта Система зомбирования Она как раз таки Настроена на то Чтобы убить Человека Творчество То есть Почему мы Интеллект изучаем Что такое Интеллект Без интеллекта Невозможно Управлять чем-либо Даже своей жизнью Поэтому Когда мы растем То есть Как это в привязке С жизнью Интеллекта Применить Когда мы растем Нам даются Готовые программы Например Хлеб Хлеб Всему голова Что у нас Второй хлеб Пиво Второй хлеб Или Кого Реклама То есть Программа В итоге Ребенок растет У него По программе Потом Православие Ну не православие А юдохристианство Это хорошо И так далее И вот так вот Мы растем И у нас Этих программ В голове Если взять То у нас Голова Будет забита Этими программами Которые Как раз Таки Нам Мешают Жить Поэтому Надо в голове Перечеркнуть И записать Сюда Или Как сказать Или новые Программы Полезные Но Нормальные Полезные Программы Условно говоря Или знания Они позволяют Еще Улучшать Качество Этих знаний Улучшать Свою жизнь В том числе Вот Собственно Основные Моменты Поэтому По творчеству Понятно По общевселенской Матрице Вот это Кирпичи Эти все Это Мера Это Общевселенская Матрица А каждый Конкретно Отдельный Кирпичик Это Мера Красный Кирпич Белый Кирпич Потому что Материй Информация Мера Сложная Тема Я не отказываю Другим Людям То есть Атеизм Словик И достаточно Общий Терорий Управления В настоящем Изражении Несовместимы Атеистические Вариации На тему Терорий Управления Либо ставить человека Человечество Целым На место Бога Либо утрачивать Общен Изложение Как только Соприкасаются С темой Глобальный Исторический Процесс Поскольку Не могут Пререзнести Соф-илархические Высшие Всеобъемлющие Управления По отношению К человечеству И выдающимся Детям Прошлого Настоящего О чем Мы сказали Сейчас По сути Из атеистического Сознания Таким образом Либо Выпадают Какие-то Фрагменты Видения Процессов Управления Ваши Генерала Процессы Управления Либо же Нарушают Иерархичность Их Расприятие Сознанием Что Предопределено Ведет К ошибкам Управления Религиозно-культовое Сознание Толполитарных Обществ Несет Другую Беду Догматизация Писаний Или же Отождествление Разумения И воли Их записывающих Людей Плюс Редактирование Цензуры С волей Всевышнего Что ограничивает Свободу воли Большинства Подчиняя Ее Надпредитарному Предиктору Также Отождествляющему Свою волю С наивысшей волей Всевышнего А это Сатанизм То есть Кто-то Создал Писание Это Писание Подводится Как Богоцентричное Милозрение Часть этого Богоцентричного Милозрения Конечно Отображено Но это фрагментарно А когда Есть фрагменты Нет общего А когда Нет общего Значит Это Калейдоскоп А когда Это Калейдоскоп Значит Мы можем Управлять Соответственно Это Что У нас Я Я не способны этого понять. Если вы это смогли осознать, значит и они могут. Все зависит от времени нашего летки, о чем сказал Олег Васильевич, и от того объекта, на который мы даем и мы закидываем в барабан шариков. Если мы им даем постоянный импульс, то эта система, как очаги, с каждым новым разом колебательного движения будет увеличиваться, его амплитуда, увеличение знаний будет расти. Как-то так. Причина успеха, но это в части касается то, что мы можем сокрыть знания и вот этот сатанизм, он укроется в каких-то причинах. Причина успеха, его деятельности в прошлой истории, сокрытие откровений свыше и их извращение. Ивангелие Турки, глава 11, стих 52, горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и уходящим препятствовали. В наши дни это упрек всем иерархиям личностных отношений в обществе, включая иерархию церквей. Правда, многие иерархии и сами приключили к церкви. Кроме того, большинство людей привыкли к ним дело с индивидуальным интеллектом и себе подобных. Встретившись с нечеловеческим интеллектом, большинство будет испуганно впрочем до сумасшествия просто самой непривычности случившегося. Но в истории действуют не только индивидуальные, но и соборные интеллекты. И другие интеллекты иерархические высших по отношению к индивидуальному человеческому интеллекту. Чтобы увидеть их действие, их некую целесообразность, необходимое единое понимание фактора, названное интеллектом. В различных ее появлениях вне зависимости от его эластического положения в объективной реальности, то есть в жизни. Ну, здесь мы уже это обсудили. Ну, вот еще, если кому непонятно, тоже хотел бы, извините на него, на секундочку. Давай просто пообзаться. Ну, нет, вот как раз почему богоцентрично тут должно быть мировоззрение, что вот в этой матрице, да, например, новые фрагменты мироздания мы откроем по нравственности еще, тут нравственность заложена. Почему инопланетяне обладают, например, там на НВО, полетают, да, на, как бы там и нету ни выхлопов каких-то или еще чего-то. То есть доступ вот к этим знаниям, к открытию новых знаний, да, ну, например, вот мы владеем там сейчас в вариациях такого-то вот. Вы на выхлопах нет, да? Вот. К примеру, да. По Еврок 5 там? Не загрязняет, а то иначе бы у нас атмосфера была вся загрязована. А, ну, нет. Поэтому... Евросоюз запретил сюда прилетать. Ну, как я это увидел, по крайней мере, почему человек должен опираться на своих действий на мировоззрение богоцентричное и вообще понимание, почему будет там энергетически наилучшим. А энергетически наилучшим? То есть доступ вот к этому творчеству, к новым фрагментам мироздания как раз по нравственности обеспечен. То есть это может сняться, но вещь серьезная. Нет, ну ты мне сказал, ты сказал. Поэтому человечество никогда не будет летать на НВО, пока нравственные не приезжают. Новые технологии. Они доступны только нравственным людям. Новые технологии. Я про это хочу сказать. Просто пример я такой. Никола Тесла именно сам говорил, что он эти технологии людям не дает не потому, что ему Морган не дает их дать, но потому, что люди не готовы. Потому что все новые технологии можно использовать не только... А кто решил, что люди не готовы? Вот Сталин взял написал в Конституции 36-го года, хотя люди тоже были не готовы к ней. Хорошо, я с тобой согласен. Вот смотри, Андрей, давай вот пример приведем. Акимов говорит, что из одного сантиметра он уже теоретически не могут получить энергии столько, сколько хватит одному городу, в Москве, например, на целый год. Давай представим, что в Штатах сейчас эта технология доступна. Что произойдет с нашей страной и с остальными? Деградирует. Бог ему доверяет. Не деградирует, а просто это будет бомба уже. Подожди, а на основании чего тогда, Олег, а на основании чего тогда вот им пришла эта информация? Какое они право имеют? Конечно. А какое они право имеют скрывать? А как они могут блокировать, если у них нравственное... Все случится наилучшим образом. Почему вы считаете, почему вы, так сказать, Богу не доверяя, и говорите, что вот мне это пришло само собой, да, и я это буду скрывать? Нет, точно. Как сказал... Как сказал... Не, блин, как сказал... Как сказал Иисус, что говорят вам на ухо, кричите со всех крыш. Почему? Если это всем дать, не только Соединенным Штатам, а всем, всему земному шару. Идет именно разговор, идет о том, что если один кто-то откроет, заберут все равно власть имущие, которые всеми нами управляют. А как они заберут, если это будет всем известно? Вот это всем будет известно. Александр Сергеевич Пушкин, мысль, ставшая настоянием народа, неискоренима. А я еще хотел сказать, Олег, вот, да, ты вот сказал... Саша, ответь, пожалуйста. Не, не, это тебе, а Саша дал мысль, что если нам дается информация по нашей нравственности, а я так и понимаю, что вы хотели сказать, по нашей нравственности, то Бог, если дал Тесла такую информацию, значит, будут какие-то предпосылки, чтобы он ее дал. Если бы он, Бог-то, он все видишь, и он не ошибается, то он просто мог бы и не дать. А с другой стороны, тоже есть какой-то произвол. Мы же понимаем, что включение МС тоже произошло по некому скурованию тех или иных принципов. Мы сейчас обсуждали, но частности разные. Я просто хочу сказать о чем. О том, что по нравственности, вот, Саша, касательно тебя это говоришь, заберут, я в том, что почему сейчас новые технологии сверхновые, которые там, надевым циклом выброса и так далее, они доступны, почему? В целом нравственности общества пока недостаточно для новых технологий. Вот когда концепция будет изменена, вот в такую на вот такую, у нас, и во-первых, будет развитие человечества, и другие прогнозии, я не договорил, что происходить. А во-вторых, технологии, которыми пользуются другие цивилизации во Вселенной, будут доступны и нам функционируют. Это, знаешь, напоминает мне, вот когда либералы говорят, разговаривают, они говорят, ну как вы сначала создайте условия для детей здесь, в России, а потом мы не будем их отдавать тогда за рубеж. Вот это из этой серии, как мне кажется. То есть, а давайте сначала сделаем такие предпосылки-предпосылки, ну как это вы, если дана информация. Хорошо, дана информация, дальше что? Вот сейчас, например, дана информация, в масштабах всей планете, что и сантиметром, можно, например, создать бомбу, которая развивёт земной шаг по полу. Действительно, давай нарисуем. Кто-то получает, например, технологии. А давайте на основе концепции общества безопасности сделать, ведь большая часть людей сейчас не готова. Стоп, Саша, первое, возмущает, ты иди, давай, во-первых, сейчас вся информация, вот опять же, тезис у тебя, ты всё смешал, вон кучу, информация всем недоступна, и она не может быть всем доступна, потому что источники информации в масштабах всего мира принадлежат людям, которые условно управляют миром. Поэтому технология, если сейчас будет доступна им, то она будет использована во вред, только я это хочу сказать. Для чего она дана тогда человеку? Поэтому она не дана, она не дана. Ты говоришь, вот есть технология. А человек говорит в теории, они не будут её разрабатывать, они её не дали спечатать. Для чего она ему в теории дана была? Мы понимаем, что Олег придержит с точки зрения, что в любом случае есть информация, которая способна изменить наш мир. Но она сейчас не даётся по определённой нации, что мы не дозрели. Мы можем это дело как бы рисовать схематично. Значит, первый вариант рассматриваем. Говорите, даётся, не даётся. Америке далось атомное оружие. Куда оно применило? Не в благих целях, а на уничтожении людей. На то, что убить побыстрее. И представьте, что в России нет. Ну и представьте, если в России он тоже появился. Ну, появился со временем. Ну и всё, и остановилось. А если бы не появилось? А если бы не появилось? Значит, остановиться, сказать. А определить электросостояние. Значит, Саша сейчас там рисует жест термин. А вот там вот руку тянут. Как вас зовут? Хорошо, давайте как-то. Нет, ждём. Я бы хотел сказать по поводу... Есть же этот тип строки. И основывайся на Теслу. То есть Тесла достиг такого уровня. Да, уровня человека именно. Ему это знания были даны. А вокруг, то есть, зомби и животные. Поэтому делиться с ними, с людьми, да, можно делиться. Ну, я вот о этом и делал. Правильно. Ну, вокруг него были, то есть, не люди, не достигшие уровня человека. Ну, просто если бы они даже эту технологию освоили, на что владею? Да. Ему нельзя пропускать. Фактически. Фактически. Они эту технологию забрали. Они просто не стали использовать её, потому что... Вопрос насчёт Теслы. Ваня, ты тянешь шумку? Давай. Все знания ему приходили во сне. Восне. Восне. Все Теслы, все знания приходили во сне. Он взял и Солом называл трёхфазный двигатель. Эмиратор. Он просто после сразу всё срешёл, заносил ВСФКедраль. Передового у него денег не было, наверное. Он спорную эту систему связывал. Которые они почему? Патенты организовали. Всё сотрите. Правильно. Патенты купили и всё спрятали. Не только. Я не думаю, что сейчас... Он неделю... У него такой был два конца. Большая коробочка. Он подключался на электродвинку. Без бензина. Без всего. Ездил две недели на машине. Да. Дело в том, что он вышел на колебания. Да. Резонанс вышел. Он вышел на резонанс. Резонанс. Вы осуждаете о Тесле. Но я ни одного двигателя, ни одного ещё предмета не видел. Сейчас есть Тесла мобильник. Вот сейчас объясню мобильник. Он так называется. Покажите. В Америке сейчас. То, что мы видим в интернете. Фирма Тесла, да? Я ни одного ещё. Вот я помню Юрий Александрович Маскалёв говорит. По весне и по осени приходят люди с толстельными этими. Ещё и Александр Павлович Петров. С изобретёнными вечными двигателями. Но вот как сейчас помню. Я тоже на деле как-то раз купился. Я уже дело проходил. Юрий Александрович. К нему постоянно приходят с озаботками вечных двигателей. Но когда дело доходит до того, давайте их сделаем. Вот вы заложите свою квартиру. И изобретёте это. Вот мы дадим вам деньги. Мы найдём. Мы изыщем ресурсы там. Но вы взамен, чтобы там это говорили. Вы свою квартиру. Все сразу же в отказную идут. И вот до сегодняшнего момента. Чего бы там ни говорили. Вот приходили два года назад. Тоже там. И пилили. И делили. И всё. В итоге где они сейчас? Ноль от лавочки. Я не пока... Давайте рисунок разберём. Так сказать схематики. Если... Ну представь. Я не буду рисовать, что здесь животные эти строят психики. Это как вот известный наш текст. Он как был, так и люди не изменились. Как вот Булгаков написал. Что тогда были и что и сейчас были. Но предположим вот информацию взять, да. Как концепцию. Либо другую. Какую-то там техническую. Не надо. Давайте лесу возьмём. Не важно. Вот оно пришло, да. Пришла эта информация ему. Сама. Да. В кавычках так сказать. Ну от Бога естественно пришла, да. Вот. А он по своему разумению решил так. Ну не готовы они какие-то скоты все. И не буду им давать ничего. Ну не например. И всё. И собственно ничего не меняется. Вот он как бы доображал. Это например фашисты. Вот фашисты. И Бог как... Чему они например фашисты. Подожди. Я принял. Я принял. Я принял. Не если так в конкретику. Давайте там много всех можно. Можно. Нет. Там из этого. Мы говорим монархи. Там информация пришла. Одному там из них. Людоедов. Чтобы там есть двигатели Тесла. Они его сожрут. Давайте такие примеры разбирать. Я ни к чему не приведу. Я имею ввиду. Что информация в целом по человечеству. То есть. Одному пришла. Он говорит. Да я не дам. Они все скоты. И как бы всё как бы жили. Так и осталось. А здесь другая ситуация. Да. Вот пришла информация. Ну. Там. Мне пришла. Соответственно. Мне какая то есть ответственность. Перед Богом. Да. Опять таки. Так как мне пришла эта информация. И поделился этой информацией со всеми остальными. И мне кажется. Что люди начали меня. А вот это вот у тебя. В каком они. Типа стройпсийки. Находится в едином. А изначально в едином. Животные. То есть вот это. По нормальному распределению. Ну как бы. Вот как. В подавляющем большинстве. Да. В подавляющем большинстве. Да. Но это животные. А можно предположить вот эту информацию. Которую пришла от теста. Вот в этом случае. Вот с моей стороны она получается правой. С этим правым случаем. Когда всем пришла. Вот допустим. Я сижу. Я не знаю. Ни с концепцией общественной безопасности. Я никакого. Никаким наста номерируем. Когда бронави за нами не обладаю. Вообще без нави у меня какой-либо существует. Я люблю выпить по праздникам. И мне не хочется работать. То в этом случае. Мне дают такой некий прибор. Который могу обстрадить. Сообщать всего. Гнать себе самогон. Там. Ля фа фа. И жить в свое удовольствие. Какая моя жизнь. Наверное. Может быть я на уничтожение пойду. По сути. У меня же потомства не будет. Я же загублю. Можно так считать? Скорее всего. Может возникнет другая ситуация. Можно так считать. А вот. А допустим. А если есть кривая галса. То некая информация. Которая есть по нравственности. Можно ли вот из этих вот человечек. Которого ты нарисовал. Выделить тех. Которые поймут. Что эти знания. Которые им были даны. Через там. У кого-то там. Это. Рукой. Которую водила. То они состоятся как в человеке. В любом случае. Я так говорю. В этом случае. Есть любую информацию. Что те. Которые. Живут на типовом строя психики. Как и были. Так и останутся. А те. Которые могли состоять как в человеке. Им никогда не станут. Потому что такой информации нету. Здесь получается. Сокрытие информации. И которое никогда не дойдет. А здесь получается. Как Иисус. Который. Который говорил. У нас одна из лекций была. И вам будет. Многое сказано. Но вы этого не услышите. Но через две тысячи лет. Тот это дело слышал. Это лучше. Нежный человек вообще бы не огласил. Как ты считаешь? Я считаю. Что этот вариант лучше. Тогда надо подвести итоги. Тогда по тесту. У нас есть. Я здесь. Мы все в кучу в одном мешаем. Только что нельзя. Тут Данила. Почему в кучу в одном мешаем. Мне кажется. Если. Вот Вань. Ты понял. Почему Саша не понимает. Понял. Объясни пожалуйста. Что вы считаете. Что я не понимаю. Смотри. Сейчас мы попробуем это объяснить. Дело в том. Что. Развлечение. Оно дается каждому. Каждому Богом. По нравственности. И. Именно по этой причине. Тесла понимал. Все. Все. То что. Соответственно. Понимал. Но. Тесла. При этом. Должны понимать. Что. Те. Кто. Его окружали. Как. Американского общества. Так. Конкретно. Клан Моргана. С которыми. Он был связан. Финансово. Они. Находились. в несколько ином типе. Строи психики. То управление. Которое. Периферия. ГП. Несла. Оно. Концептуально определено. В другой концепции. По иному. Виктору Цель. Ну. И. В этой связи. Ну. Я. Я так думаю. Что. Дать. Те знания. Которые. Которыми. Тесла. Вот. Им. Подожди. Хорошо. Предположим. Что. Тесла. Берет. И. Публикует. Где-то. Вот. Все. Что он знает. Да. Вот. Ну. Условно. Читает. Простой. Американец. Читает. Он. Ну. Написано. Да. Написано. Но. Он. Этого не понимает. Он. Он. Не в состоянии понять. Как. Как. Это. В своей жизни. И. Может. Более того. В. Кафеталистическом мире. Там. У него. Просто. Денег нет. На. Чтобы. С. Читает. У них управление концептуально определено. Они понимают. Что это такое. Зачем они это могут использовать. И. У них. Ну. Деньги есть. Понятно. Потому что они эту систему и создали. Они ее контролируют. А теперь почитал товарищ Сталин. Ну. Для начала. Концептуально определил. Нашли бы те люди, которые смогли бы это сделать. У меня ещё вопрос хитрее. Мы знаем больше, чем Тесла или нет? Подождите, пожалуйста. Дело в том, что Тесла свои труды опубликовал раньше, чем Сталин реально начал управлять Советским Союзом. То есть у ГП в этом случае был бы шанс использовать эти технологии на уничтожение всего живого на Земле. По этой причине я лично считаю, что публикация этих всех знаний в период Первой мировой войны – это чисто плюс-то. Он же не всё опубликовал, он же больше спрашивал. А может быть, а давайте тогда... ...потенциальным. ...потенциальным. Так сказать, может быть, да кабы. А давайте представим, что может быть тогда путём опубликования вот этих знаний Сталин пришёл бы раньше к власти? Либо был бы другой Сталин? Давайте тогда вот так вот развиваться. Потому что вы берёте... Нет, Олег, вы интересно, вы дёргиваете частности. А вот если узнают ГП, а вот это то-то. Мы говорим о всеобъемлющем. То есть информация даётся всем. Да, прочитал он ничего не знающий американец, но прочитает же и физик какой-то американец, правильно? С нормальной нравственностью. Почему вы не доверяете Богу? А если с плохой нравственностью? А если с плохой нравственностью? Так вот мы это и отсудили. То есть, что кому-то даст по закону нормальному распределению информация да на все. У нас 90% зомби по закону по всему. Я очень сильно сомневаюсь. У нас 90% зомби. Если дать информацию 90% зомби будет качено. Почему? В массовой статистике. Ну вот так и у нас то же самое. Дело в том, что, Саш, ты как бы говоришь о Боге, но ты не учитываешь то, что вид управления свыше. Поэтому, раз и раньше не даны эти знания, тесла будет масса. Причем не тесла? Мы же не тесла пляшем, но от Бога. Как ты интересен переворачивший факт, когда вам нужно тесла признать? Мы тебе пытаемся объяснить. Ты не понял. Почему? Вот все к теслу, объясня как понимаешь. В тезису, в чем у нас... Сам себе дают спасибо. В чем, например? Это все вот как бы согласны с Сашей или второй вариант. Вот почему подрастность? Ты согласен, Саша? Я даже пример сейчас приведу тебе. То есть, смотрите, вы возмущены, что технологии сейчас все не даны, потому что, якобы, по вашему мнению, сейчас люди все... Мы не имеем права решать, и Бог не имеет права решать. Давай, давай. Это совсем другое. Нет. Подождите. Правильно. Ребят, вот я сейчас пример приведу. Вот академик Сахаров, который изобрел водородную бомбу. Он по нравственности кто был? Нормальный человек? Нет. Если ему дались такие знания, то есть, получается, как бы, ну, предопределенность возможного... То есть, было нормально. Что он предложил, воспользуясь своей нравственностью? Куда заложить эту водородную бомбу? Ну, взорвали. Так кто ему не дал? Не дал. Тот кук лиц, в которых он находился. Нет, подождите. Правильно? Давайте будем говорить там, что есть. Нет. Ну, давай мы будем разбирать эту ситуацию сейчас. Поэтому, конечно, сомневаться можно было в чем угодно. Просто я говорю о чем? О том, что, может быть, эти знания прийти через демона. Но свыше будет управление предопределено, что они не будут использованы во вред. То есть, я это имел ввиду. То есть, не через демона. Так все правильно. Так дайте знания людям. И если Бог увидит, что они пойдут не туда, соответственно, они будут все прекращены. Народ не будет достигнута определенного уровня, пока масса. То есть, с нравственностью не зависят технологии вообще никак. Если Бог дает, он знает, какая нравственность будет наперед. Как распиши большего части человеков, если не давать им информацию, все говорит, что мы не готовы. Вот сейчас, может быть, мы и подходим к тому, что мера понимания у людей подросла для каких-то новых образований. Она подросла. Естественно, управление свыше, причем не села. Олег, я тебе об этом говорю. Была дана информация какая-то. И путем того, что эта информация проникла в людей, люди стали подросли в своей нравственности, в том числе. Ну вот, поэтому и говорится, что информацию нужно давать всем. И знания всем должны давать. Кто не против? Какая же не говорит, что все. А вот это называется монополия. Чем занимаетесь ВП? Разрешите вот книгу к авторитету здесь вернуться. К авторитету. Да, да. А что здесь к авторитету нет? Надо думать своей головой. А может завтра это не авторитет? Может быть там паразит? Ну, обвини меня в этом. Обвини меня в демотизации. Давай попробуем. Здесь написано. Еще многое имею сказать вам. Но теперь вы не можете вместить. Это Иванки от Иоанна. В 1812. Или в Коране. 45 аят 101. Не спрашивайте о вещах, которые горчат вас. Если откроются вам. А если вы спросите о них, когда не заводится Коран. Они откроются вам. Бог простил. Простил за них. Ведь Бог прощающий, кроткий. Спрашивая о них люди до вас. Потом оказались неверующими в них. Вот я что думаю. Я хотел сказать. Если здесь у нас сказано, вновь от Иоанна, что не спрашивайте о тех вещах, которые вы не сможете сейчас понять. Вот был Иисус. Он проповедовал абсолютно 100% животных и устроить психики людей. 100%. Эта информация была понятна спустя только 2000 лет. Но она была открыта. И герметично упакована на протяжении 2000 лет. Ну, как нам говорят сегодняшние историки. И будем отталкиваться от этого. Если у нас вводим в ники коператори, сокрытие знаний. В другом случае они просочатся. Но это будет больше. Тем более, в сегодняшнем времени, где, как у нас известно, звезды сводятся на досклоны, и слизь не задрожит вуна. Но против времени закона его наука не сильна. То есть, Тесла когда-то, ну, допустим, Тесла или кому-то давались какие-то откровения, можно будет действительно пойти некоторыми вещами. Либо дать это людям. Но, да, бывает большая вероятность того, что можно перехвачивать глобальным предиктом. Рандбэк не дать. Абсолютно никому. Если ее опубликовать, в любом случае, часть людей на нее откликнутся. Маленькая часть. Согласно крови Халса, которого он четко говорит о аномальном распределении, 90% ее даже не поймут. Правильно сказал Эван? Они ее прощут, они ее не увидят. Не обладая ни данным излечения, ни специальными техническими данными, которые они могли бы для себя принять. Если бы часть людей, которые открыли бы, они могли бы. Но, видимо, не набралось той концентрации на тот момент, чтобы ее было выдержать. Ведь Пушкин только спустя 200 лет был понят. Об этом еще Николай Васильевич грубо сказал. Теперь мы рассмотрим, если абсолютно эта информация никак не просочилась бы к нам. И вследствие этого, если мы можем понимать, что если да, Брент А дали, или некоторые люди это осознали, как Иисус осознали, там, 12 апостолов, и то, правда, в усеченном виде, эту информацию принесли, и она пошла множество, как кроны деревьев из единого ствола. А если бы ее вообще не дали, да? В каком бы мы состоянии пребывали еще 200 лет? С тем учетом, что цивилизация Египта существовала 10 тысяч лет. Спокойно себе так. И она самая устойчивая сегодняшняя государственная структура, которая была на известной планете. Мы не говорим там за древнейшие. И в этом случае, может быть, с одной стороны и Саша прав, с другой стороны и Олег прав. Но оба, на мой взгляд, естественно, там, ну, из позиции, я скажу, концепция общественной безопасности, кроме Галса, что здесь в том числе было некое пресечение для того, чтобы действительно люди что-то еще могли осознать, некое фундаментальное уже заложено было. Но потом, сейчас это уже по законам времени тоже объективно скрывать нельзя. То, что он там не опубликовал, это тоже веяние некой того времени. Все равно, как время, когда Сталин тоже, в общем-то, агросил и состоит от марксизма только в 52-м году. В свое время, когда он, может быть, и раньше это сделал. Путин только 20 ноября 2013 года агросил концепцию общественной безопасности. А мог быть и раньше. Если бы Сталин не пил бы, не курил бы, как вариант из того, что могло с ним произойти, то он бы к этому уровню понимания, что марксизм нужна культура, вышел бы раньше. Если бы Николай II тоже был непод юбочком, под под юбкой Кубруковой своей жены, то войны бы не существовало, не осуществилось бы первой главой. И прислушиваться бы Георгию Распутиным. То есть, множество факторов, которые мы по своему произволу проходим мимо, в том числе и произвол осуществил Никола Тессер, не опубликовав это, потому не смог на себя взять ответственность и могли нас немножечко откинуть еще назад. А с другой стороны, сколько бы людей полегло бы, когда у них были бы такие источники энергии, они бы в безделье своего разворачива, потому что никакой нарастности, добронравия и зронравия у них нет. Они просто не состоятельные, не концептуальные, ни взад, ни вперед. Они как трава на поле боя, они просто бы легли бы и потоптали бы в этом случае. А сегодняшние предпосылки, да, действительно могут дать мощный толчок. Даже с тем учетом, что есть существование, как нефть образовывается, кто-то говорит, что есть запасы или еще что-то, кто-то говорит, что она сама образовывается, сейчас множество теорий, никто вам не может сказать объективно вот сейчас. Есть бытует миф, что нефть появляется вот так, путем залежи древних растений. А есть и другие, говорят, что нефть образовывается как бы сама по себе из недр нашей земли. То есть это две как бы позиции, где металли и противоположные. Они говорят, что нефть – это огромный ресурс, который они исчерпают. Другие говорят, что это ограниченный ресурс. Маятник. Чувствуете, между нами качает? Я не понимаю. И вот этот маятник между нами качает, хотя истинно говорит то, что у нас есть абсолютно как, не знаю почему, НЛО. Технологии новый, уровень другой. Есть технологии, которые Олег Васильевич надели меры НЛО, существуют, которые вызывают альтернативные источники энергии, которые не загрязняют нашу окружающую планету. О них у нас ничего не говорят. У нас говорят о ценах на нефть, углеводороды, энергоносители и так далее. И вследствие этого качают между этими маятниками. А истинно в том, что можно уже перейти на другие этапы эволюции. Но тогда не будет системы управления. Четвертый укритет отпадает сам собой. Выработать новый, первый приоритет, сегодня уже практически невозможно. Вследствие концепции общественной безопасности. Альтернативным источником жизнеустройства. Потому что это приведет к тому, что могут образовываться некие города, некая урбанизация, у нас даже есть меры урбанистики. Города поселений, которые будут осуществляться на других принципах управления. Это звездочки. А звездочки, они светят. А когда они светят, под их светом начинают развиваться что? Растение и все живое. И это все растение и все живое начинает стремиться. Так называемая центростремительная сила. И этот центростремительная сила начнет притягиваться. И это будет объединение на принципах свободности власти Бога на земле, Бога державе. А есть центровежная сила, глобальный предиктор, которая себя будет отталкивать. Вопрос, они это понимают? Они это абсолютно понимают. И потому вот эти вот структуры, знания и информация в массы, они ее ограничивают. И будут все для этого делать. Но информация огрошенная и ставшая достоянием людей никогда уже не будет искреннима. И вот это вот так понятно. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова